Музыка Предлагаю начать, как всегда, стандартно. Вопросы, встаем, представляемся и даем вопрос. Welcome. Ну что, кто первый? Ну, я начальник. Пожалуйста, да. Александр Роглев, Мачтова. Ну, наверное, с общего вопроса хочу начать. Все-таки великий, действительно, сезон. Расскажи про него, про подготовку. И ты сам, насколько на 100% доволен этим сезоном? На 150%? Ну, по крайней мере, личной статистикой и личным результатом. Ну, спасибо. Хороший сезон. Да я бы не сказал, что он великий такой уж, как получился. Потому что, если так смотреть по очкам, то там здорово. Там рекорды какие-то побил и много очков набрал. А так, с сезоном. Ну, если ты вылетаешь в первом раунде, то ты не особо доволен. Знаешь, как-то забываются личные статистики и все остальное. Хочется всегда больше пройти дальше. И все равно еще смотришь. Ребята еще в хоккей играют, а ты уже отдыхаешь чуть-чуть. Так что, всегда можно лучше. И нужно готовиться. Там, где расти. Все. Все просто. Следующий вопрос? Да, конечно. Кирилл, поздравляем вас с возвращением домой. Успешный сезон. Как же. Драйзайты, Макдейт. Как Эдмутер Плэйл играет? В этом сезоне здорово, а раньше. И тем не менее, лучший игрок мира. Вот так вот. Ничего не выигрывший. Макдейт? Ну, к примеру, да. Так что, все познается в сравнении. Кирилл, вопрос такой. Вы и следили в социальных сетях за того, как это в вашей честь. А вопрос был такой. Назовите хоккеиста из ЛХР, по которому вы фанатели. И вашего кумира, если можно так выразиться. Да, спасибо, спасибо большое. Да, следил я за новостями. Потому что мне как скинули. Мне интересно все равно было, кто что ответит. Ну, если, наверное, кто-то замечал. У меня не было такого уж любимого хоккеиста какого-то. Потому что больше всегда как-то следил за всеми ребятами. У меня там, после молодежного чемпионата мира, когда ребята выиграли, там, в 2001-2002 год, где Тарасенко, Дима, вот там были, Кузя. Я как-то, мне всегда вот этот вот поколение больше нравилось. Ну, естественно, я следил там за взрослыми, за Ковалем, там, за Саней, Овечкин, за Малочем. И мне, наверное, больше не один какой-то, а как-то группой за всеми, с каждым. Там, Лоби, Тарасенко всегда нравились. А так, чтобы любимого одного не было игрока. Так что так. Любимые все. Все профессионалы, да. Следующий вопрос. Да. Егор Параскун, sports.ru. Кирилл, для вас, получается, этот сезон должен был стать намного непривычно, потому что в прошлом году играли внутри дивизионов, поэтому новые команды, больше перелетов, больше матчей. Каких впечатлений оставить? Может быть, кто-то из новых соперников запомнился? Ну да, этот сезон намного веселее был, потому что мы там в том году с одними и теми же командами играешь как-то все друг друга настолько знали, что не то, что неудобно, не интересно все равно, как вот этот сезон там разъезды отыграл, в другой город сразу полетел. А в том сезоне мы играли, оставались там, потом опять с этой же командой играли по две игры подряд. А в этом сезоне как-то со всеми города посмотрел и, ну, не знаю, всех игроков увидел, так скажем. Вроде когда ехал, думал, со всеми там полетаю в первый сезон, а сейчас на второй сезон удалось и намного интереса, конечно. Кручь. Как раз Кирилл ты сказал, что удается смотреть города. Как вообще выглядит график у вас, то есть вы прилетаете накануне, если там время где-то вечером куда-то сходить прогуляться и какой город самый такой колоритный, интересный? Ну да, мы обычно прилетаем после игры, спать идем и на сегодня у тебя, ну, лично у нас там редко были тренировки, потому что игры там часто идут, и обычно выходной или потом по желанию там что-то. И так всегда там можно прогуляться, всегда есть время, там на ужин каждый, всегда на ужин там каждый день ходить почти перед играми. И из городов так, чтобы отметить, что мне больше всего. Не знаю, как ты все хороши, ну, ты прилетаешь во Флориду или в Калифорнию, там всегда жара, потом ты куда-то другой город Нью-Йорк там прилетаешь, тоже прикольно походить, посмотреть что-то. И в Канаде мне Ванкувер понравился тоже, вот это хороший такой город. Так что, не на кого-то один город не выделить. Если представить, вечер в Лас-Вегасе на канаде Мачо, ты идешь тоже... В Лас-Вегасе, в Лас-Вегасе тоже. Вот там одна улица Сёпани, погулять все равно, не так это. Ну там весело. Ты идешь, например, в номер смотреть сериал, или ты можешь там пойти в казино поиграть, это разрешается? Ну, нет, там можно вообще, ты ходишь в день игры, можешь пойти там сто раз закинуть. Ну я не ходил в казино сделан, а так там это... Просто знаю, что можно. Я в казино не ходил, но мы жили там в гостинице, где казино забыл, какая-то гостиница называется, по-моему, с этой палаткой. С этой палаткой? По-моему, там, да. Там, где снимался магический. Да. И там фонтан красивый, все такое, с утра просыпаешь, красиво так. Ну, мы, в принципе, первый сезон наиграли с Эмбисом, мы с ним 15 матч сыграли, то есть плохо. Так что я на него насмотрелся в первый сезон. Отлично. Да, Дима. Спасибо. Дмитрий Крисович, от БК. Кирилл, уже с первых сезонов всех очаровали в НХЛ, да, были классные мемы, классные результаты. Этот сезон еще лучше. Начинаете чувствовать себя звездой уже именно в Северной Америке? Какой-то новый статус вы чувствуете? Вы чувствуете более особое отношение, больше шумихи, привыкли к ним? Ну, да. Ну, в первый сезон я бы не сказал, чтобы кого-то сильно поразил, там, или что-то такое. А так, наверное, понятно, когда 23 года он приезжает, что-то там, добился и так резко. Обычно приезжают все равно там молодые пацаны, где 18-19, всех удивляют сразу. А у меня как-то получилось чуть попозже. А насчет суперзвезды, у меня тут постсезон то же самое, в Америке спрашивали, я как-то, не знаю, я всегда это не чувствую, как-то спокойно всегда отношусь к этому. И, ну, не кажется, что там сверхестественное, что сделал такое. И что там еще было в последнее время? Шумихи становятся больше. А, шумихи. Ну, в этом году, да, больше. Ну, особенно, наверное, в Миннесоте чувствуется, потому что в Миннесоте все равно куда-то выходишь, и тебя там люди узнают, там, в ресторане или где-то сидишь, там, в магазин поехал, мол, там, мол большой, я там пару раз ездил, куплял. Так это, ну, люди, да, стали больше узнавать в этом году. Там подойдут, сфотаются. А с точки зрения внимания, не знаю, клубных медиа, СМИ, вот, давление стало больше. Как с ним справляетесь? Нравится, не нравится это? Даже та же, та же, сегодня с ним представлены. Год назад такого не было, да? Много. Как вам? Нравится, не нравится? Да-да, на самом деле. Меня на самом деле там сильно не застают, потому что я с английским пока его не идеально знаю, так что мне не приходится там какие-то интервью какие-то делать или что-то в этом роде. Ну, я имею в виду, там, у нас ребята некоторые делают там по 10 минут интервью, специально там для клуба. там выкладывают на ютуб или куда-то. У меня такого, ну, нет, у меня только после игр там интервью или что-то такое. Либо там сами что-то, какие-то фотки придумывают или там майки вот с этими изображениями. Так, чтобы, ну, как, например, я помню, когда в CSKA играл, там, допустим, насчет, ну, медиа, и у меня все намного больше здоров. А майки тоже есть? Ну, я, потому что я не мог говорить по-английски по всему. Майки уже есть? На майки, которые... Или, как не знаю, 27. А, в смысле, болельщики на трибунах? Да. Ну да, там, кстати, много в них ходится. Сколько стоит? Джерси. Угу. 160 долларов. 160 или 180 долларов. 180 долларов. В этом году вам 180 долларов. Да. Да. Если коллеги не против, я просто расскажу одну забавную историю. Мы вот когда снимали Кирилла в октябре сейчас, приезжали к нему, да. И мы заходим, нам надо было друзьям тоже передать подписанные кепки Кирилла в нашем телевизионном, мы зашли в магазин, и Кирилл стоял, вот этот продавец пропикивает кепки, молча у него берет карту, вообще безэмоционально, ну как бы все, и человек его не узнал, и вы такие, как такое возможно вообще? Да. Потом вроде бы выпускались. Да, 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 мы ему сказали, это же Кирилл Капресов, он такой, во, что? Марк, еще он такой бы пропикивает и говорит, у вас финанс достаточно серьезный окажет. Да, твой образованный. Мне вроде все серьезно. Деньгами, понятно, как бы. Как раз премия пришла за победу. Я даже продолжу, как раз ты вот про английский сказал, и про болельщиков. У тебя в этом сезоне был болельщик, который нарисовал тебе плакат по-русски. Ты помнишь? Да, который, что жена, там они пустят. Да, да, да. Там, кстати, каждую игру что-то кто-то нарисует, но я что-то на него, как-то он такой грустный стоял, там всю разминку, я думаю, ладно, давай, подгоните, и это, чтобы жена, что святое. А еще какие были запоминающиеся сетям плакаты, которые ты можешь... Ну, там больше, наверное, детишки, знаешь, стоят возле стекол, там, либо там, у меня днерождение, там, можно подарить плюшку или что-нибудь. Я, ну, иногда после игры постоянно, если там какой-то в триул старый попадаю, то всегда даю кому-нибудь плюшку постоянно. И, ну, они, соответственно, там горожненькие шайбы. А, ну, еще что-то там писали, типа, давай там плюшку в обмен на конфеты или что-нибудь такое, постоянно тоже. Не знаю, наверное, знаю, что я и люблю сладко. Планируешь ли ты, вот, ну, опять же, да, у игроков национальной хоккейной лиги или в КХ, в принципе, игроки не вот играют в игры какие-то с болельщиками, там, на Суэфа, там, в Шараке. Ну, вот там тоже что-то, я помню, предлагали, да, что на Суэфа. Тогда другие команды играли. Я еще пока так не играл. Ну, давай, Саша. Да я так слышу. Нет, там, Саша. Саша на видео. Да, можно задать вопрос? А кто? Да. Александр Пахомов, Ведомости. Кирилл, скажите, пожалуйста, какие основные сложности были при адаптации жизни в Америке? Что вас больше всего удивило, что больше всего впечатлило? Ну, в первый год было намного сложнее. Сейчас уже все равно автор робот приехал как-то, уже все знаю. Ребят знаю, там, кто что помочь. У меня там есть русский тоже друг, кто как раз переводит мою империю, помогает. Он мне всегда помогает, Илюха Кравчук. И так что в первый год, наверное, что один приехал, все равно ничего не знаешь. Ты как-то там тяжеловато был в гостишке, потому что жил первые недели. А сейчас второй год уже спокойно, спокойненько вообще приехал. На своей волнении. Нормально все. Все знаешь, тебя знают. Таких каких-то проблем не было. Скучно, что, наверное, одному там, когда все равно хочешь. Но в этом году у меня рейки там получили визу. Они прилетали на пару недель в середине сезона. Так что более-менее уже нормально все расходится. Брат, что ли? Брат, нет и визы. Не было еще. А? А что как проводите между играми? Между играми Лова? У меня стандартно, мне кажется. У меня на середине выходной. Дома сижу там, а в компьютер играю. Либо буду бывать прогуляться, но это очень редко бывает. Либо с кем-нибудь на ужин там съездить перед игрой. А так много игр особо никуда что-то не походишь. В компьютер важный. Ах... Не, я не файл. В хоккейской игре. В компьютере я играю, у меня есть гол. Зачем не охота играть. В доту я играю. Вам мне вроде не скажете, знаете такую игру. Но в доту в контроле. В бобжи там еще есть одна игра. Я как раз просыпаюсь днем. У меня ребята еще в России играют, сидят. Вечером я с ним бывать заскочу. Так маленько поиграю. Отлично. В любитель, короче, поиграть. Александр. Кирилл, я в продолжении предыдущей темы про язык. Ну, для клуба фон Хейл все-таки святое. Вот эти все медиа-активности. Там разные истории. Опять же игры это все. Клуб не давит как-то, чтобы быстрее пытался адаптироваться, изучить язык. Чтобы ты как-то все начался. И может быть расскажи какую-нибудь историю про язык. Про то, как кто-то где-то что-то не понял. Может быть что-то внутреннее. Что мы не знаем. Ну, конечно, я думаю. Хочется, чтобы я быстрее начал интервью тебе давать на английском. языке. Ну, я иногда так пытаюсь что-то сказать. Но все равно не стеснительно. Я с ребятами в команде. Там уже нормально. Они мне, короче, мой язык английский понимают. Что я говорю. А с медией, когда общаюсь, ну, я как-то... И пока на русском. Кирилловато. А так, чтобы каких-то смешных не было, наверное, на истории. Это, там, первый год, по-моему, у меня было. Второй год спокойно. Нормально. Понимают, короче. Ну, еще, еще Дима Куликов у меня был. Я что-то не могу сказать. Я его всегда спрашиваю. Он мне помогает, подсказывает слова. А вот эту историю, когда вы хотели играть под лучшими, что-то такое прогрекнуло? Это в первый год там было. Ну, хотел просто с другой группой чуть-чуть тренироваться. Просто такое. Ну, ладно. Забыли. Неприятно еще было. Кирилл, в первом сезоне я упустил. У тебя были уже новичка? Потому что там была пандемия. У меня перенесли на второй сезон. Вот. Я не слышал об этом рассказ. Как он прошел? Ну, весело. Нормально. Какие-то у меня дети одели. Давно было ходить в ней весь день. Мы на игру потом поехали в футбольную. У нас какие-то костюмы одели всех новичков. В ресторане сидели. Ну, весело достаточно. Какой был персональный конкурс? Потому что каждый просит что-то здесь по, песенку и что-то еще. Ну, вот у нас такого прям сильно какого-то неба. Я говорю, у нас костюмы одели. Мы типа на игру на футбольную поехали. Там какие-то костюмы красные. Я даже не знаю, что это за костюмы были. Я просто, ну, одел. Ну, как? Пришлось. Мне пришлось. Не знаю. У нас было там человек пять, по-моему, что ли. Пять или шесть. Типа два дня у нас было. Мы как раз в «Тампе», по-моему, были. И там сходили, посидели. На следующий день там еще посидели. Самое интересное, как раз когда говорят про «Ужинничкова», во сколько это обошлось? Потому что два раза посидели целой команде. Сколько тебе это обошлось? Честно, я не помню. Поскольку мы скинулись. Ну, там я бы не прям сказал, что там много. Как ребята там рассказывают о других футболах. У нас, потому что было там, если бы я там один или два человека, то, конечно, там бы намного больше было. А у нас там было пять или шесть, я не помню. Ну, не так. Тысяч пять? Дима? Кирилл, ты сказал об адаптации, что есть еще языковой барьер, не всегда есть с кем пообщаться. Читал историю, что ты в свое время отказался, чтобы в клубе добавили кого-то другого русского игрока, который тебе помогал бы. Помогал бы, общался с тобой на русском? Это миф или правда? Нет, ну это как раз Билл давал на треунок, когда гирин генеральный. Нет, просто он меня спрашивал, если хочешь, ну как, нужен тебе, будет лучше что-то. Я просто сказал, что если для команды это будет лучше, чтобы как игрок был, то естественно было бы здорово. А так, если, ну, такого игрока нету для нашего клуба, то смысл это брать. Ну, не жалеешь, что не воспользовалась такой вот опцией в любом случае? Первый год. Ну, он был скучно, мне кажется, наоборот, это лучше. Я английский быстрее подучил, потому что все на английском болтали. Сейчас даже в этом году я там иногда ленюсь, там что-то... Ну, лучше с Куликом на русском поговорю, чем буду пытаться на английском разговаривать. Так что, я думаю, первый год, наоборот, помогло, что это всегда английский у меня, всегда в раздевалке. Слух английский, и сам быстрее будешь от этого. И еще один вопрос. Упомянул киберспорт, да? Ты только играешь или, может быть, следишь за киберспортом? Я смотрю часто. Я твич, да, смотрю, да. Все турниры всякие, постоянно. То есть любимые клубы, команды? Не, ну вот, ребята, когда Team Spirit играли, я за ними постоянно слежу, смотрю, как они играют. И в КС-ку тоже иногда смотрю, но больше идут. Ставок на киберспорт не делаешь? Не, феставки нет. Это, наверное, нельзя так. Потому что... Ну, мог бы. Есть еще вопросы? Так, так. Кирилл, было классное видео на YouTube-канале Миннесота, где вы с Дмитрием Куликовым объясняли, что такое борщ. Ага. Вкусно, кстати, делали. Молодец. А с Дмитрием как-то в ней, да, тесно общаетесь? Да, мы с ним в игру хорошо общаемся. Постоянно. Детей хорошо знают, люди хорошо знают. Сейчас приглашают меня к себе или на ужин постоянно ездим, пробегаться что-то. И на выездах всегда там с ним вместе на ужин всегда ходим. Постоянно, каждый день. Так что, хороший очень парень. Тоже помогает мне во всем, что там надо. Да. Кирилл, ситуация вокруг Украины, как вы ее переживали, обсуждали ли в команде? Ну, наверное, я не хочу об этом что-то говорить. Ну, там что-то ребята спрашивали, местные там какие-то новости показывали. Не более того, потому что никто так особо каких-то конкретных вопросов не задавал. Почувствовали ли, изменилось ли отношение болельщиков в целом? Американцев? Твою лично, Дмитрию Куликову. Нет. Нормально еще было в плане, почему я не думал, что там не делал со мной. Давайте, наверное, больше вопросов посмотрим. Вопрос такой, вы были первыми. Зацепили, смотрели хотя бы? Да, смотрел, каждую игру смотрел постоянно. В том числе? Да. Ну, с утра, время удобное было. Обычно с утра там просыпаешься, с тем приезжаешь смотреть. Если бы НХЛ прислал своих игроков, вы готовы были? Если бы НХЛ? Да, да, да. Ну, если бы меня вызвали. А был контакт с Жамном, с Ковчуком? А, в смысле, если бы только русских прислали... Нет, ты имеешь в виду, что ты был участок вообще, да? Вообще. Я думаю, если бы позвали любой группу, поехал бы на Минчат. А звали или нет? Ну, если бы с нас нельзя было ехать, если... Нет, почему? Ковальчук же был там, он заявил, допустим, Радуеву, что ты в составе уже. С вами был контакт? Нет, ну, конечно же, там спрашивали. Если бы всем разрешили, то конечно бы поехали. А на чемпионат мира готовы были, в принципе, физически чисто? Ну, я не знаю, у меня там вплоть в последних играх я там немного повреждений получил. Так что, я думаю, если бы было нормально все, там несколько дней бы, если бы сказать, что можно было, конечно, поехал. Я с радостью всегда хочу играть за сборную. порадовать болельщиков, если бы не получилось, я бы конечно. У тебя реванша борзал, да? Да. А вы смотрели финал чемпионата мира, если не секрет? Финал чемпионата мира? Вот сейчас финны когда играли. Ну да, финны когда играли. Я так отрывками что-то так смотрел, ну, прям что-то так не смотрел как-то. Не знаю, за этим чемпионатом мира я особо сильно не следил. А финал кубка по футболу были? Нет, вот я его смотрел. Сам не пошел. Как же овечка ходит везде? Футбол, баскетбол, футбол. Нет, я не знаю, не пошел. Меня звали, но я не пошел. Интересно было? Выходили? Нет. Нет. А почему? Футбол. Финал. А финал Лиги чемпионов интересно был? Да, это интересно было. За кого болеете? Да и вот честно у меня такой, чтобы команды, чтобы за кого-то именно не было. Мне нравится красивый футбол посмотреть, чтобы интересно было, интересный матч был и все. Но реально молодцы, конечно. Кирилл, если можно еще один вопрос. Вы посетовали в начале, что Минсут вылетел в первом раунде. Чего не хватило команде, на ваш взгляд, чтобы добиться большего успеха? Ну, даже так, не знаю, что так сказать. У нас, наверное, мы когда повели два, один в серии, наверное, можно было... Как-то мне показалось, что Сент-Луиз что-то изменил, и как-то так переломили. И я думаю, блин, ну вот я не тренер, не знаю, так что как, что за кого-то говорить. Наверное, просто нужно было угол больше забивать здесь, так скажем. Фаша. Вопрос, даже не шуточный у меня, но ты играл в ЦСКА, который был супер по составу, когда брали Кубу Гагарин, да-да, в Сорокин ворота, ты там, вот, Атик Григоренко, кого только не было. И если этот ЦСКА играл в НХЛ, как бы он сыграл? Он бы вышел в плыв, он бы мог в плыв бороться. Ну, я не знаю, но когда я был в ЦСКА, я помню, мы с ребятами тоже что-то там обсуждали, разговаривали. Типа, что у нас такая... Ну, на самом деле, сильная команда была. Мы там проходили... И мы с ребятами... Я еще не играл в НХЛ, там, пацаны говорили, грибы, если кто-то, по-моему, что... Ну, можно было бы зацепиться с этими странами, попробовать, не знаю. Мне кажется, может быть. У нас, на самом деле, хорошая команда в ЦСКА была. Сильная команда. Всегда, ну... Кромаду поднажимали всегда постоянно. В плывок могли выстрелить? Да, не знаю. Да тут... Там, правда, ничего не ожидаешь в НХЛ. Ну, кто-то может и фаворитами выйти и вылетит. Так что, там, правда, как пойдет, наверное, больше так. Кирилл, а вы за то, в НХЛ следили там? Удивили? Тоже смотрел. Я смотрел часто и частенько игры. Я смотрел в ЦСКА, естественно. Челябка, кто смотрел. За Серева Калина постоянно следил. Уфа? За Уфа я так прям сильно не следил, потому что... Не знаю. Ну, с кем-то против кого, когда они играли. Ну, за результатами всегда постоянно следил. Я просто, когда просыпаюсь, не могу же все игры включить и смотреть. Так что, когда время было свободное, я смотрел каждую игру. Ваш приятель Миша Вропе перебрался в СКА, играл в одной тройке за и сгустил по правому флангу. Нет, он не Лево Комаров. Вы себя представляли на этом месте, нет? Нет, он себя не представлял. А так, я видел Миша, он хорошо плей-офф сыграл, по-моему. И причем сыграли себе. Рад за него. Молодец. Ваня. Продолжим тему Кубка Гагарина. Удивила развязка следила ли ты в финал Кубка Гагарина? Как там развязка складывалась? И, в принципе, тебя тоже можно поздравить. Ну, что с СССР. Да, что СССР. Кому первым написал? Или, может быть, ты еще остался в чатах каких-нибудь СССР? Да, у нас там есть... Ну, я Нестюра написал, поздравил сразу. И, там, ребята у нас там есть. Я, Слеп, Григо. Я туда тоже написал. Поздравляю. А так, да, молодцы. Комбэк такой сделали. С собой такие красавцы. Но я, на самом деле, перед финалом не знал, кто мог выиграть. Потому что я магнитку тоже смотрел. У них молодцы, очень сильная команда такая была. И за ними тоже иногда сосредил. Там, Мишами пошли играть. То есть, там, хорошо общаемся тоже. И потом, когда они выиграли 2-3 сделали, я такой, ну, думаю, ну, все. ЦСКА, типа, не отдаст уже, мне кажется. Пятый матч такой переломный, мне кажется, был. Ну, я видел, да. Сказал, что стиль подходит. Насколько он там, на 2-3? Не знаю, не на 1 точно. 3 года, по-моему. Что он сказал? Стиль? Стиль подходит. Стиль. Он везде подходит. Так, еще вопросы? Да, Паша. Сегодня, кстати, день рождения Валерия Брагина. Человек, через который очень много наших современных звезд. Да. 1 мая. Какой он самый ценный совет тебе дал? Потому что, даже не о том, как он повлиял на твою карьеру, это понятно. Но, может, был какой-то совет по ходу какого-то матча, и тебе это пригодилось. Или в той игре, или дальше в карьере. Потому что, например, того же Фанари, он не хотел брать на чемпионат мира. Точнее, кто-то не хотел брать на чемпионат мира. Он сказал, что он должен играть. И он, в итоге, решил в том бафу. Да, ну... Ну, на самом деле, когда вот... Он, кстати, постоянно пишет мне там, когда что-то там нормально. И так я с ним вот когда вот это вот время, когда было у молодежки постоянно. Он играл сколько-то 2-3 года даже. Ну, я имею в виду тренировки, все равно там были сборы. И постоянно он со мной что-то общался. Больше такие, знаете, взаимоотношения, как, ну, там, что-то в жизни, можно сказать. А в плане хоккея, я не знаю, наверное, он всех как-то закаляет своим характером. Наверное, всех молодых пацанов, когда вот он молодежь и был. Ну, умеет, значит, собрать. Чтобы... Собрано играть как-то так, чтобы прям что-то вот такое именно одно. Я даже не знаю. Наверное, научил бороться всегда до конца. И... Свои, наверное, лучшие качества показывать на льду. Как-то там всегда у него получалось донести до парней. Кирилл, ну, у вас же по душе в 16-м году в тетинге. В третьих минутах определил. Да, ну, я там на год младше был, так что... Квартально подмущался? Да? Ну, я не знаю, но... Да нет, там много ребят было. Камень, и... Лазарев, свечка. Много очень сильных пацанов было. Так что это... Я думаю, нормально. Ну, то я в первом мастерном году. Дима? Здравствуйте, про день рождения. Вчера был день рождения у Александра Головина. Человек, с которым вы родились в 20-ти километрах друг от друга. Ну, там недалеко. Главные таланты в российском футболе и хоккее конца 90-х вы родились. Вы хорошо знакомы? И... Как вы общаетесь? Я знаю. У меня просто брат с ним вместе играл в Ленис-Кузнецке. Они играли вместе. И как бы... Брат, конечно, намного лучше знает. А я только... Мы с папой приезжали на игры к ним на выходные. Постоянно приезжали, смотрели. Ну, приехали, выехали, посмотрели. Так, конечно, я его знаю. Когда увидимся, поздороваемся. И как дела спросить. Когда в ЦСКА играл, мы там иногда переписывались на музыку, что как дела там и все такое. Правда ли, что был матч Друзья-Капризова против Друзей Головина вот там на родине в какой-то пароль лет назад? Это кто такой сказал? Ну, у легенды ходят. Да? Да нет. Там Саня собирал... По-моему, это пандемия только начиналась. Он собирал, как и всех своих знакомых. Там просто ребята, футболисты. Кто-то закончил, кто-то еще что-то. И нас стоп как раз позвали. Мы тоже приехали там, поиграли. Ну, там не мой уровень был. Там ребята все как бы... Кто-то закончил, кто-то еще играет в футбол. Я там минут 20, может, побегал. Сколько-то, по-моему... Два по 30 играли, что-то такое. Там, может, минут 20-25, потому что, ну, там, они в порядке, а я все... Ну, не такой уж с этим, ну, прям футболист. Ну, забил, по-моему. Нормально, весело было. Ну, в этом плане он вообще, конечно, красавец. Он всегда приезжает на родину, там, и... По времени много тоже проводит постоянно. И собирается с ребятами, там, бегать в футбол. А если какой-то совместный мастер-класс для детишек устроить, не знаю? По футболу? Футбол-хоккей вместе сразу в один день. Ну, я думаю, было бы круто, наверное. Но мы редко попадаемся в одно время, когда там находимся. Я думаю, потому что у них все равно сезон, 100 летом. А летом где-то приезжают на месяц. Тяжело, я думаю, попасть в одно время. Кирилл, про ситуацию заключения контракта в прошлом году. Долгие переговоры генменеджера. Это говорил, что у них все шло гладко. Скажите, пожалуйста, в чем были основные противоречия? Возможно, расскажете детали переговоров каких-то. Какие можно рассказывать? Да, ну, там свои какие-то. У нас недочеты были. Что-то там нас немного не устраивало. Что-то там их не устраивало. А так, в целом, в принципе, не знаю, почему так затянулись. Прям долго. В принципе, знаю, но не хочу рассказывать до конца. Так что, ну, я рад, что там все расторжилось. И я был доволен, и Миннесот была доволен. Хорошие цифры контракт. Чувствуете давление из-за них? Ну, вот, когда только сезон начался, я говорю, когда я там забить не мог. Восемь матчей, по-моему, в девять, и все что-то постоянно. А я еще бывало, ну, заходил, читал новости какие-то. Хоккейный, что-то постоянно там заходило. Капризов там не может забить, что, может быть, это влияет на него. Там контракт решил, что он подписал. Я как-то не знаю, на это старался не обращать внимания. Я потом все новости вообще перестал читать. Вообще ничего не смотрел. И как-то просто постарался еще 80-70 с лишним игр в чемпионате. И так что, ну, его просто начать забыть обо всем. Просто хоккей свой играть и все. Ну, и потом как раз спокойно вроде провел. И вопрос по другой теме. Какая команда из NHL показалась вам самым сложным соперником? Хоккей какой команде вам показался самым интересным, зрелищным? Ну, наверное, Колорадо всегда в сезоне очень сильный. Ну, хорошо прям играет. Но мы вроде с ними ничего играли. Так нормально. Ну, кого мы не могли выиграть в сезоне? Сент-Луису, по-моему, постоянно. Сколько-то за последние два сезона, сколько-то матчей мы почти проиграли. Процент 80 этих матчей. А так, чтобы, как ты не знаешь, вроде к тебе приезжает команда, ты можешь выиграть ее с большим счетом. Через день она играет в другом городе, который ты проиграл. А они ее выигрывают. Ну, короче, вообще не фиг, что ожидаешь. Таких пряможиданных матчей сильно нет. Кирилл, такой вопрос вам. Сейчас вратари, в общем-то, доминируют российские. Ну, Бобровский хорош, что он провел. Шестеркин. Это для вас удивительный парадокс? Такой взлет? Да нет, если честно. Ну, я знал всегда, что он сильно вратари. Я с ними тем летом всегда тренировался. С ними ходил, бросал ему сороки. Но они ходили, и я бы ходил с ними бросать. Там они с тренировки. Как бы я всегда знал, что все равно сильно вратари. Ну, правильно он там Панара говорит, что им правда только головы осталось забивать. И все. Так... Не, красавица вообще. Я рад за него прям. Может быть, что так прям сильно сразу в этом сезоне вверх. Все удивляются. Для меня это не сильно удивительно. Красавица. Ну, сороки антипонентные. Всегда такое отношение. Убейте, пожалуйста. Да. В этом году много сухарей. Команда Куров не попала. Тренера сняли. Такого маститого труса. Да, да, да. Ну, бывает. Не знаю. Сорока тоже, но очень. У нас правда все вратари, которые русские, на самом деле очень сильно играют. И всегда ребята спрашивают про Сороку. Когда уже с шестером все равно, как это у него был. И я думаю, ну, Сорока я играл. Тачится много, надо было сказать. Еще пару вопросов. Последний. Новый вратарь от CSKA знаете? Соло Домбрачева. А? Новый вратарь от CSKA знаете? Вот владельца. Федот это? Да, да. Ну, я его лично не знаю, а так, конечно, не знаю. Выснет карта какую-нибудь. Поживем, увидим. Дай бог. Удачи ему. Последние два вопроса, да, коллеги. Кирилл, в этом сезоне с кем ты пересекался из российских игроков? Как вы вместе там значительное время проводили? Может быть, есть какие-то интересные истории? А, имею в виду между играми когда? Ну, да, да, да. Игры, играми, да. Когда ты прилетал куда-то там. Ну, с кем-то там на ужин сходить там можно. Чем-то там что-то.. Но так, чтобы ну.. Что-то такого ничего не было. Ты просто там поспоalu перекусить, поговорить и все. А во время матча там ничего особенного. Ну, весело играть, всё равно, как против русских играешь, что-то там. Во время матча можно поговорить. Чего-то поугарное. Или что-то поугорать. Что-то подцепить там. Ну, типа такого, а так, чтобы там сильнее ничего. Ну, то есть бесценотизма, да, какого-то там? Ну, типа, ну, сегодня поиграли там, ну, что, пойдём после игры там в кафе. А мы всегда улетаем обычно сразу без города, так что перед игрой там сильно долго не посидишь или что-то. После игры как бы не улетать надо сразу. Последний вопрос, коллеги, кто будет задавать? О, вот он человеку, дайте микрофон, пожалуйста. Еще не задавал вопрос. Здравствуйте, всем добрый день. Сергей Фуксов, я в новости. Кирилл, твой прогноз на финал конференции, на финал Кубка Стэнли, может кого-то будешь отдельно переодевать. И у меня еще второй вопрос, я прошу прощения. Хорошо, да. Наши ребят какие стены отличаются от творительности? Я понимаю, что дело такое, оно требует тишины, да? Но все-таки твое отношение к этому, сам, может быть, куда-то донатишь? Если расскажешь, буду благодарен. Спасибо большое. Ну, про финал конференции я даже не знаю, посмотрим. Я говорю, там, правда, можно много чего ожидать. И так же сейчас, вон, все говорили, что Каролина, Каролина выиграет, а Рейнджер взяли. Все, блин, они еще там 6-2 вообще там, ну как это мне вчера, 6-2 выиграли спокойненько, прошли финал конференции. Так что, не знаю, посмотрим, поживем, увидим, и, ну, кто будет сильнее, кто будет сильнее. Про благотворительность, ну, конечно, это, наверное, когда известные люди, там, персоны помогают, или что-то в этом роде делают какое-то добро. Это, я думаю, сразу, ну, отражается на людях, которые, как бы, за этим следят, и большой респект к этому. И я вот знаю, что Игорь Ставок собирается делать совместно со Звездением Добра, ну, большой проект, чтобы строить стадионы и, там, помогать не слишком или просто людям. Так что, ну, я считаю, что это здорово, и это очень помогает нашей стране, развитию. Так что, я буду тоже, был бы не против поучаствовать в этом, конечно. Отлично. Спасибо. Сейчас, как я уже сказала, не расходимся к Кириллу. Небольшая автограф-сессия, так сказать, подписать, да. Сувениры. И, да, есть у нас победители конкурса, это Александр и Дмитрий. Серьезно? Ответили так? Да, ответили, видимо, правильно. Честно. Поэтому, да, снимут фотографии персонально. Какой вопрос? Какой? Какой ответ? Ну, серьезно, который я правильно сказал. У меня не было одного «Людимого», а несколько всегда было. А с кем сыграть хотели в одной тройке? Вот Овечкин мечтал с Фёдоровым, сыграл там. Ну, даже не знаю. Соло-просто. Со всеми ребятами. Ну, с Кузнецом, с Овечкиным играли. Ну, вот тогда, когда меня взяли, мы вспомнили, на этот чемпионат мира, когда меня потом отправили еще в Германию, по-моему. Ну, я все хотел. Мне нравилось либо Кучин, либо Бонаро все равно. Ну, смотри, как они играли там красивые, там все басики. Да. 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 Это у нас... Дмитрий, да? Привет. Это Миша, сын Дмитрия. А, Миша, сын Дмитрия. Александр знает твое предпочтение. Здравствуйте. Кумира. Нет, кумира. Нет. Все вместе. Спасибо. Спасибо вам. Ну, что, друзья, букмекерская компания Лига Ставок однозначно умеет находить надежных, хороших друзей, поэтому наше общение получилось искренне, наверное. Кирилл, понравилось? Сто процентов. Отлично, вообще. Соскучился. Спасибо.